ДТП Я всех приветствую дорогие друзья на моем канале и в сегодняшнем видеоролике мы научимся создавать ДТП по вашей траектории движения. Но перед тем как начать я хочу попросить у вас поставить лайк под это видео и подписаться на канал. А также можете залетать в мой телеграм в канал, в котором собрано все самое интересное, что есть в моей жизни, все анонсы выпусков и все тому подобное. Ну что ж, давайте приступать. И первое о чем хочется сказать это то, что в сегодняшнем видеоролике я дам ту самую базу, с помощью которой вы сможете создавать ДТП и аварии по вашей траектории движения. То есть для чего-то масштабного придется подключить фантазию и поработать. Так вот, как же создаются те самые ДТП? Для начала нам нужно найти то самое место, на котором и будет происходить ДТП. Здесь, в этом видеоролике, за основу я взял вот такой вот примерно перекресток. То есть полноценный перекресток, предположим, что машина будет ехать у нас справа, а вот это вот BMW у нас будет ехать просто по прямой линии. Дальше нам нужно откатиться на ту точку, с которой машина будет брать разгон. Допустим, я думаю, что вот такого расстояния, в принципе, достаточно для того, чтобы набрать довольно-таки хороший разгон. И систему стабилизации мы переключили в спорт для того, чтобы комфортно машине было трогаться без пробуксовок, без ничего. А второй автомобиль мы разместим примерно вот здесь. Думаю, этого расстояния тоже будет достаточно для того, чтобы взять достаточно неплохой разгон, чтобы авария смотрелась сочно и красиво. А вторым автомобилем мы добавляем Audi S6 в C6 кузове. Прекрасный автомобиль, очень качественная моделька. Я думаю, по видео в самом начале ролика вы видели, что у этой машины даже подушки безопасности есть. Но сейчас немножко не об этом. Итак, машина у нас на исходных. Далее переходим в редактор и выбираем вкладку Window. Далее переходим в Gameplay и выбираем Script AI Manager. Перед нами появляется вот такое вот окошко, в котором буквально несколько кнопочек. Вы можете его разместить в любой части экрана, в которой вам удобно. Но мне удобно, когда вот оно снизу справа. Итак, что мы видим в открытшемся окне? Что есть название наших автомобилей? И сейчас нам нужно записать траекторию движения для нашей первой машины, то есть для BMW. Напротив BMW мы нажимаем на кнопочку записи и просто разгоняемся по прямой до нашего перекрестка. Пересекаем перекресток и сразу же заканчиваем запись, нажав на квадратик, который появляется после того, как мы нажмем на кружочек, то есть кнопку записи. Включаем свободную камеру и видим, что вот зеленая полоса, это и есть траектория движения нашей BMW. То есть точка, откуда мы начали снимать наше движение и есть конечная точка. Теперь нам нужно то же самое проделать для второй машины. То есть мы переключаемся на второй автомобиль, он у нас автоматически выбирается. И мы точно так же, как и с BMW, записываем движение этого автомобиля. То есть проехали перекресток, все, запись остановили. Сейчас мы переключимся на свободную камеру и посмотрим, что у нас есть две полосы. Зеленая и красная для обеих автомобилей. То есть зеленая у нас это для BMW, красная у нас для Audi. И сейчас нам нужно выбрать какую-то удобную камеру, чтобы просматривать наше ДТП. Чтобы нам было хорошо видно сразу два автомобиля. Открываем наш редактор и теперь нам понадобятся вот эти вот две кнопки. Стоп и плей. Сразу нажимаем плей и мы видим, как наши два автомобиля мчатся навстречу друг другу. Но они не попали в ДТП. А для того, чтобы они попали в ДТП, нам сейчас понадобится кнопочка More. То есть с помощью этой кнопки мы можем выставить либо задержку начала движения, либо наоборот ускорить начало движения. Мы выставили небольшую задержку, так как мы видели, что нужна буквально небольшая задержка. И видим, что наши автомобили прекрасно попадают в ДТП. Но есть одна небольшая особенность. После того, как ДТП совершилось, нам нужно остановить его, нажав на кнопочку Stop. А почему это нужно? Потому что машины будут стараться завершить свое движение по заданной им траектории. В принципе, как создавать ДТП мы разобрались. И для того, чтобы снять наше ДТП, что нам для этого нужно? Для этого мы восстанавливаем машины, нажав на кнопочку Play. Переключаемся на камеру одной из машин. Выходим из редактора, нажимаем на паузу. Скрываем все сочетанием клавиш Alt-U. И с помощью какой-нибудь программы для записи мы можем записать наше ДТП. Но нам же нужно скрыть еще и траектории движения. А для этого мы просто убираем галочку с DisplayPath. Или Patch, как правильно, не знаю. И переместившись в свободной камерой вот примерно в это место, мы можем посмотреть еще раз на наше ДТП. Вот примерно так создаются ДТП по вашей траектории движения. Ничего сложного в этом нет, а наш сегодняшний ролик подходит к концу. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. На все отвечу. А также не забывайте ставить лайк на это видео, если оно было для вас полезным. Подписываться на канал. И залетать ко мне в телегу в наш Rex House. На этом у нас все. Всем пока.